Всем привет, друзья! Вы на канале Web Developer Blog. Не забывайте подписаться на канал. В этом видео мы обсудим очень интересную тему для всех начинающих. Стоит ли сейчас учить язык программирования JavaScript? И зачем его учить? JavaScript – это язык программирования, который позволяет вам реализовать более сложные вещи на веб-странице, чем просто статическое отображение информации. JavaScript также является одним из самых универсальных языков программирования, когда-либо созданных, и может использоваться для написания приложений для браузера, рабочего стола, телефона или планшета с использованием встроенного написания JavaScript или через его фреймворки. Так как канал смотрят новички, сразу давайте скажу пару слов о разнице Java и JavaScript. Многие действительно считают, что Java и JavaScript на самом деле являются одним и тем же языком программирования. Но я вам скажу, что это в корне неверно. Запомните раз и навсегда. Java и JavaScript – это полностью два отдельных и разных языка программирования. Java – это серверный язык, тогда как JavaScript имеет функциональность как и на стороне сервера, так и на стороне клиента. Давайте более подробно обсудим, где и как используют JavaScript. Язык программирования JavaScript в уже почти 2018 году. Давайте говорить прямо. Он используется уже практически везде. JavaScript – очень гибкий язык и уже является частью множества сфер разработки. Хотя в основном он предназначался для разработки фронтенд. А Node.js, который является фреймворком JavaScript, теперь является одним из самых популярных фреймворков для бэкэнда. Не говоря уже о том, что React Native позволяет вам писать мобильные приложения с использованием JavaScript. JavaScript развился и развивается намного сильнее, чем кто-либо мог вообще ожидать. Давайте будем рассматривать, стоит ли учить JavaScript на нескольких пунктах. И первый пункт – это легкость изучения для начинающих. Лично я бы не сказал, что JavaScript является сложным языком программирования, и сделать какие-то вещи на нем тоже несложно. Но для новичков почему-то JavaScript становится большой стеной на пути, которую приходится довольно-таки долго разбивать в плане обучения. Вы можете начать изучение JavaScript прямо в своем браузере, имея под рукой совершенно любой простой редактор текста или кода. Начиная от блокнота какого-нибудь или даже Notepad++, заканчивая хорошим IDE, таким как WebStorm, допустим. Вам не нужно настраивать особо среду разработки, ставить локальные сервера, что многих может сразу отпугнуть своей сложностью. JavaScript в этом плане немного упрощен для начинающих. Вы можете на это все не отвлекаться и сосредоточиться на обучении программированию. Синтаксис у JavaScript довольно-таки простой. У вас не составит труда в нем разобраться. Вот на javascript.com вы можете также очень просто все это рассмотреть, изучить. Здесь очень кратко и для новичка нормально описано. Посмотреть курс по основам также вы можете... У меня на канале в плейлистах. Называется он «Уроки JavaScript». После того, как вы изучили основы по этому плейлисту, пытайтесь для начала использовать JavaScript для фронтенда. Есть множество инструментов, с помощью которых вы можете получить какие-то рабочие элементы для вашего сайта по типу слайдеров, табов и тому подобного. То есть вы можете это легко сразу сделать, зная основы. Кому-то легко, кому-то нелегко, конечно. Но я вам не советую сразу лезть в Node.js или фреймворки и библиотеки, если вы вроде только изучили основы, но как бы вы еще не получили достаточного объема практических навыков. Поэтому, если вы почувствуете, что вы не до конца еще изучили основы, советую вам пройтись по ним еще раз, либо перечитать книгу. Практику JavaScript также вы можете найти у меня на канале в плейлистах. Плейлист называется «Практика JavaScript». Вот так вот он выглядит. На самом деле JavaScript сравнительно легко учится с остальными языками программирования, но только при одном условии. Если вы учитесь правильно. Недавно также у меня на канале выходило видео «8 ошибок при изучении JavaScript». Обязательно его просмотрите. Здесь я хорошо все описал. Те проблемы, с которыми вы можете столкнуться и как их легко избежать, делая все правильно. Вы можете очень хорошо сохранить себе время и потратить его лучше на практику, чем стоять на одном месте благодаря этим ошибкам. Так что обязательно посмотрите. Второй пункт, который я хотел бы выделить, это популярность языка. JavaScript – это самый популярный язык программирования в мире. Что делает его отличным выбором программиста? Ты не современный разработчик без знаний JavaScript. Ведь он является неотъемлемой частью инструментария практически любого программиста. Это доминирующий язык программирования в интернете. Также JavaScript имеет свое очень крупное сообщество. Размер сообщества очень важен, потому что чем больше сообщества языка программирования, тем больше поддержки вы, вероятнее всего, получите. То есть, если у вас возникают какие-то вопросы или проблемы, вы можете обратиться на форум и вам обязательно подскажут с решением проблемы или дадут напутствие, где посмотреть, почитать, чтобы этот вопрос без труда решить. Более того, чем больше размер сообщества, тем больше людей будут создавать полезные инструменты, чтобы облегчить разработку на этом конкретном языке программирования. У JavaScript крупнейшее сообщество на Stack Overflow. Stack Overflow, кто не знает, это программистский QA, ну то есть Question Answer Site, который, несомненно, самый любимый сайт у начинающих программистов, где вы можете задать вопрос и вам обязательно на него ответят, если вы его грамотно составили, конечно. JavaScript обогнал Java с точки зрения размеров сообщества, и он, вероятнее всего, продолжит расти. По JavaScript постоянно проводятся какие-либо мероприятия, встречи, конференции. На встречах вы обычно можете общаться и учиться у других разработчиков. Излишне уже, наверное, говорить, что у JavaScript огромное сообщество, которое в целом имеет много энергии и может помочь вам оставаться мотивированным в изучении JavaScript. Также давайте обсудим карьерные возможности. Обилие работы по JavaScript. Это самая популярная технология прямо сейчас, и на рынке много рабочих мест для хороших разработчиков JavaScript. Изучение JavaScript может помочь вам получить хорошую, высокооплачиваемую работу в сфере IT. Платят в среднем намного больше, чем средняя зарплата в вашей стране. Средняя зарплата JavaScript разработчика в Америке составляет 90 тысяч долларов. Конечно, у нас в СНГ нет и далеко вообще таких зарплат, но когда среднестатистический житель Украины зарабатывает, ну, около 6 тысяч гривен в месяц, а Junior JavaScript Developer в нормальной престижной компании от 10 тысяч гривен, это от 400 долларов, это в среднем где-то может быть больше, где-то меньше, но в среднем как-то так. То, я думаю, следует понимать, ради чего вы учитесь, и стоит ли учить JavaScript. Middle в среднем зарабатывает от 700 долларов до примерно полуторы тысяч, ну, и Senior, его заработок составляет от полутора тысяч долларов, ну, и выше. О, кстати, будет интересно, напишите среднюю зарплату в вашем городе и город. Также напишите вашу позицию, например, Junior, Frontend Developer, и вашу зарплату, если хотите. Я уверен, многим будет очень интересна данная информация, так что давайте пообщаемся в комментариях на эту тему. Ну, и давайте поговорим о том, с какими проектами вы будете работать, как JavaScript Developer, и насколько это вообще перспективно. Здесь JavaScript действительно сияет. JavaScript работает на любом устройстве, имеющем браузер. Из-за повсеместности JavaScript соучредитель Stack Overflow данного сайта, Jeff Atwood, придумал свой теперь очень известный закон. Звучит он таким образом. Любое приложение, которое может быть написано на JavaScript, будет в конечном итоге написано на JavaScript. И с каждым годом закон Atwood только укрепляется. Мне нравится JavaScript, и я уверен, что вам он тоже придется по душе. Благодаря тому, что вы изучите язык программирования JavaScript, вы можете найти высокооплачиваемую работу в престижной компании, работать над большими и интересными проектами в классной команде. Если вам надоест чисто фронтенд, вы можете легко перейти на Node.js или мобильную разработку вместе с JavaScript, потому что вам не придется переучивать язык программирования основной. Моё мнение, что учить JavaScript явно стоит, и вы сами это видите и понимаете. Вы сами видите развитие языка за последние несколько лет, и я уверен, что это только начало пути. Не теряйте ни минуты, переходите в плейлисты у меня на канале, и начинайте со снов JavaScript, и потом переходите к практике. Всё это есть у меня на канале. Также можете изучить библиотеку jQuery. Также есть практика у меня на канале. Думаю, вам будет интересно. В целом, вот такое видео получилось. Думаю, оно максимально полезно. Не забудьте подписаться на канал, пишите в комментарии ваше мнение по данному поводу. Всем огромное спасибо за ваш просмотр. Ставьте лайк этому видео. До новых встреч. Всем огромной-огромной удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok